Заработай голду для World of Tanks, выполняя несложные задания на своем мобильном устройстве. А также не забудь ввести специальный промокод. Вся информация в описании. Всем привет, ребята! На связи GrimOptimist и сегодня мы с вами обсудим одну крайне любопытную статью, на днях опубликованную на сайте Вотэкспресс. Сразу хочу сказать, что ссылочка на нее есть, на что будет в описании. Еще со времен самой первой волны банов за читы. Постоянно ходят разные конспирологические теории о том, что на самом деле вообще никого не банят. Ни за читы, ни за что-либо еще. Просто берут, вывешивают какую-то левую цифру, там типа 15 тысяч забаненных, от балды просто берут какую-то цифру и таким образом создают видимость деятельности. А на самом деле читеры как играли, так и продолжают играть. В подтверждение этой теории многие говорят, что вот, мол, я играю уже там год с читами, полгода с читами, меня никто не банит и вообще почему так мало забанено? Их должно быть гораздо больше, там в 10 раз, может быть даже в 100. И вследствие этого данная теория очень так сильно закрепилась в мозгах у многих. Я уже высказывал свою точку зрения по этому поводу. Мне кажется, просто вот эти вот баны от ВГ, это не попытка типа взять и прибить всех читеров, а это такая, знаете, акция устрашения. Взять там 5% из виновных и как бы типа их забанить, чтобы остальные одумались и перестали играть с читами. Потому что с моей точки зрения банить читеров, конечно, невыгодно. Потому что они тоже донатят, как показывает практика, да, они создают онлайн, если их выкинуть из игры, сразу все просядет. Поэтому, как мне казалось всегда и в принципе кажется до сих пор, ВГ пытаются вот малой кровью как-то с этим бороться. К сожалению, в последнее время, возможно, это обратный эффект уже получает, потому что многие читеры, наоборот, видя то, что баны-то идут, типа, да, но меня-то не трогают, они наоборот вот уже сами думают, что да, наверное, меня никто и не будет трогать и продолжают херачить с читами. Вот у меня почему-то такая точка зрения, это просто мое оценочное суждение, я там могу ошибаться и так далее, просто я вот так считаю. И, ребята, ресурсы ВотЭкспресс удалось очень интересную вещь сделать. Они собрали список забаненных за последний месяц, ну, то есть за июль. Причем это забаненные как из-за читы, так и из-за все остальное. Просто вот все игроки, которые были забанены в этот период. Их достаточно много, да, тут я сейчас не помню, сколько тут написано должно быть, порядочно там 5000, да, 5000 примерно аккаунтов было забанено. Они тут вывесили вот такую вот плашку, где просто, ну, самые такие, типа, жесткие цифры, давайте их заценим. Лучший процент побед 91, ну, там я посмотрел уже, у человека 12 боев, это не в счет. Самое наименьшее количество боев из списка у игрока, кстати, странно, как, там реально есть, я чуть позже покажу, есть игроки с нулем боев, за что их забанили, я не совсем понимаю, как бы, да, если вот человек вообще ни одного боя не сыграл. Ну, да ладно. Худший процент побед 16, да, такие там тоже есть. Самое большое количество боев 110 тысяч, это, кстати, очень интересный персонаж, про него мы еще поговорим. Дальше средний процент побед игроков 48, что нам, как бы, намекают, что читеры, они, мягко говоря, даже с читами нифига не умеют играть. И среднее количество боев почти 12 тысяч. Итак, ребята, вы скажете, ну, блин, написать, опять-таки, можно все, что угодно. Но прикол в том, что вот экспресс удалось собрать полный список всех забаненных. Полный. Я сделал просто, чтобы показывалось только 100, но тут можно сделать и больше, хоть все. Но я боюсь, что если я сделаю все, у меня все залагает просто страшно. И это реальные ники. Я уже много из них проверил, сам лично, через сайт. И действительно, такие люди есть. Но другой вопрос, то, что зайти на их страницу нельзя, потому что, ну, они заблокированы, как бы, да. Но он их находит. Сейчас просто покажу. Вот интересный персонаж, например, да, про которого я уже говорил, у которого 110 тысяч боев. Ну, где-то, вот, 110 тысяч боев, ребята, даже 111. 68% побед. Это как вообще? Я просто не киборг какой-то. 2, 3, 6. Просто обычно людей, у которых там 110, ну, больше 100 тысяч боев, это люди, которые ботоводством все это выкачивают. Ну, просто берут, по КД кидают, да, эти и так далее. А тут 68% побед. Извините, ботоводством нельзя такой процент побед получить. Как этот человек этого добился, я не знаю, вот серьезно. И такой персонаж есть. Тут, правда, так сделано еще, то, что когда ты копируешь... Господи, что-то левое нажал. Когда ты копируешь ник, он еще там какую-то левую инфу тоже копирует. Сейчас покажу. У меня просто вот игроки, да, здесь вводим. Сейчас он здесь появится, вот. Видите, просто так, на сайте так настроено, то, что если ты копируешь какую-то информацию, он автоматом прицепляет источник. Ну, нам это не надо. Вот, Киборг 2.3.6, пожалуйста, вот он. 110 тысяч боев, 68% побед. Это реальный персонаж. Другой вопрос, то, что зайти на его аккаунт нельзя, потому что он забанен. И так можно проверить кого угодно. Да, желающие могут это сделать из вас. Тут есть разные любопытные товарищи. Вот тоже с нулем боев, смотрите. Вот эти три персонажа, видимо, да, видимо, за ник забанили. Я догадываюсь, почему. Понятно. Ну, ник, на самом деле, я бы не сказал, что уж такой уж прям какой-то, за который надо банить. Ну, ладно, хрен с ним. Бред, конечно, полный. Я не знаю, зачем такие ники создавать. Но сейчас не об этом. Далее, значит, давайте просто посмотрим по проценту побед. Самый большой. Ну, тут понятно, что 100% побед, там мало боев. И тут вот есть любопытные тоже товарищи. Например, 3576% побед. Тоже очень жестко. А где тут еще были серьезные такие ребятки? Вот, 5000 боев, 71% побед. 18, ребят, это уже очень серьезно. 1000 боев, 71% побед. И эти люди я тоже, можно тоже проверить. Давайте сейчас проверим. Господи, промахнулся мимо. Тоже все эти люди, они есть. То есть список, он не фейковый, ребята. Это реально список забаненных. Это уже, ну, это понятно уже, я думаю, всем. Вот, смотрите, вот. Открываю. Ошибка, да, то, что товарищ забанен. Вот экспресс, конечно, красавцы, безусловно. То есть я не знаю, каким способом им удалось это собрать. Но вот это впервые за все время реальный список забаненных. То есть вот то, чего многие так ждали. Многие говорили, что вот это фейк и так далее. Еще раз хочу свою точку зрения, да, озвучить. То, что я считаю, то, что все баны, которые в ВГ выкладывали, это, конечно, не фейк. Другой вопрос, то, что это не все забанены, не все люди, которые пользуются читами. Это какой-то процент, как мне кажется, который банится именно вот в попытке вызвать страх у других читеров, да. Я не знаю, зачем, кстати, это делается, потому что первый-то бан, он на неделю всего. Можно всех вот так вот к ногтю сразу просто хлопнуть и все. Ну, может быть, не за раз там тоже за 3-4 волны. Просто всех читеров. И в этом случае, ну, как бы онлайн-то не просядет, потому что, ну, на неделю забанят и что. Зато у них-то точно после этого в голове отложится человек, думает, блин, у меня там 20 тысяч боев, меня забанили за читы. Я, наверное, не буду больше с ними играть, потому что второй раз-то уже навсегда. Вот, поэтому, как бы, как мне кажется, в ВГ они излишне мягкие. К этим людям я никакого сострадания к читерам не испытываю, потому что, ну, если человек играет с читами, ну, прежде всего, он знает, на что он шел. Если его забанят, это его личные проблемы. Никакого сочувствия от меня не будет к ним. Читеры, это вообще у нас, знаете, такая, одна из главных проблем игр сейчас, вот, небольшое отступление лирическое. В PUBG тоже, в том же самом. Сейчас очень много читаков стало и очень-очень много людей с макроссами играют. Тоже дико раздражают эти люди. Они мешают, понимаете, то есть это отвратительно просто. Поэтому, как бы, надо, конечно, жёстче, жёстче надо с ними разбираться. Ну, в принципе, можете ради интереса посмотреть данный список. В принципе, можете сделать, например, здесь вот все, да, как бы, и, ну, через Ctrl-F поискать, может быть, какого-то там, человека, которого вы когда-то встретили там с читами или так далее. Может быть, вы его найдёте. В любом случае, ещё раз говорю, ВотЭкспресс реально красава. Очень-очень интересно. Я не знаю вообще, насколько всё это законно, по большому счёту, потому что, вроде как, в ВГ когда-то говорили, что публиковать вот эти вот, типа, данные нельзя. Но ВотЭкспресс, видимо, это не остановило. Кстати, ВотЭкспресс, какого хрена у вас фейковая реклама с Тайпом 59-й? Вы мне можете объяснить, нет? Уважаемые господа, я вас уважаю, да, серьёзно. ВотЭкспресс, уважаю ресурс. И если бы не вы, у меня были бы большие проблемы с темами для видео. Но какого хера у вас фейковая реклама наебалова от... Это по-любому... Да, Варгарнинг, ребята, мой любимый, блядь, Варгарнинг. Который, кстати, у меня под видео уже рекламируется, Варгарнинг, блядь. И здесь тоже. Извиняюсь за мат, но ВотЭкспресс, пожалуйста, разберитесь с этим. Вот мы, ютуберы, мы не можем никак разобраться с рекламой этого говна, потому что мы ничего не решаем. Но у вас сайт свой, мне кажется, я не специалист, но мне кажется, что как-то можно. Потому что это Варгарнинг, это наебалово. Называется задонать 2000 рублей и потеряй свой аккаунт, если ты залогинился там, и ещё и деньги потеряй. Вот, поэтому надо что-то с этим делать. Ещё, говорите, типа, отключите отблок на нашей странице. Я отключил, базара нет. Сразу отключил, потому что, ну, зарабатывайте. Но, извините меня, если у вас реклама, блядь, наебалово, это чё, нормально, что ли, по-вашему? Решайте что-то с этим, разбирайтесь. Я понимаю, возможно, вы не в курсе были, вот я вам говорю, теперь, надеюсь, вы знаете. Всё, ребята, ещё раз говорю, ссылочка будет в описании, на рекламу на эту не жмакайте. Можете изучить списки самостоятельно, очень интересно всё. Я вот посмотрел, тут много разных любопытных персонажей есть. На этом всё, спасибо за внимание, пишите свои комментарии, ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на канал. Всем до скорого и всем пока!